Всем привет привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня выкатываем из ангара Тигриком 131 по той причине, что его выставили в очередной раз на продажу за 2000 голды, ну голый лысый, как я говорю, просто танки, место в ангаре, и либо за 2000 голды вот такой вот голый лысый, либо в составе набора за 8 косарей золота, что я в принципе считаю ценником довольно таки завышенным. В состав набора входит 8.8 пантерка, пантерка М10, которая может выпасть вам из сундука за рекламу, кстати, к слову, и Тигр 131. Два легендарных камуфляжа для 8.8 и М10, и Тигр 131, он имеет свой уникальный вид, и его внешность вы, внешний облик поменять не можете. Есть X5 на каждую из этих машин, что не есть гуд, лучше бы дали 15, допустим, там сертификатиков X5, но на любую из техники, тогда это позволило бы быстрее, допустим, прокачать какую-нибудь ветку. Аватар даже озвучивать не буду, я их в принципе не воспринимаю, и считаю, что это, ну просто так, знаете, дали да и дали. Ну и что касается открытого всего оборудования, спасибо им большое, оборудование в целом на левелах 6, 7 не сильно дорогое, ну, хорошо, окей, и на том, как говорится, большое спасибо, что положили их в состав набора. Итак, ребят, я рассказывать не буду о Тигре 131, про его броню, про скорость перезарядки, про углы склонения и так далее. Я просто сейчас выкачу его из ангара для того, чтобы показать, как танк играется в абсолютно первом попавшемся рандомном бою. Что же касается обзора на эту машинку, вот здесь вот наверху, вот ссылочка на еще одно видео, это именно обзор на Тигра 131, и плюс там вы сможете увидеть дополнительные катки на этой машине. Возможно, это позволит вам, ну, скажем так, более широким взглядом посмотреть на данный аппарат и примерить его к себе, нужен он вам такой, какой он есть на самом деле или нет. И, к слову, ребят, если вы за честные обзоры машин такими, какие они есть на самом деле, а не постановочным видео, не на резком из 10, 20, 30 боев, из которых вырезаются самые вкусные, интересные и смачные моменты и рассказывается, что вау, 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 машина просто имба-бомба, подписывайтесь на мой канал по желтому шильдику в правом нижнем углу. Я же со своей стороны отблагодарю вас исключительно честными обзорами на технику, которую играю среднестатистическими руками. Я не скилловый игрок, моя там стата не 70 и выше процентов, я просто парень, который любит играть в танки в свободное от работы время. И вот если вы играете именно так, подписывайтесь на мой канал, как я уже сказал, я вам буду показывать технику исключительно такой, какая она есть на самом деле, без каких-либо приукрашений, а также товары в магазине, любые, в том числе и контейнеры, для того, чтобы показать вам, а что действительно выпадает из контейнеров, если ваш аккаунт не подкручен разработчиками для того, чтобы вы снимали красивые видосы. Итак, ребятки, по тигрику, картон картоном, то, что сейчас меня Арл не пробил, это больше счастье какое-то, чем закономерность. Что касается позитива в данной машине, действительным позитивом данного аппарата является скорость его перезарядки, а вот его картонность, это просто-таки, ну, я не знаю, беда бедовая какая-то, с которой справиться практически невозможно. То есть, если тебя уже взяли в прицел и начали тебя разбирать, поверь, тебя, братка, разберут однозначно. Мне сейчас надо каким-то образом сваливать, я не представляю себе, как и куда. Разбирают именно меня, потому что в меня особо целиться не надо, я пробиваюсь полностью, ребят, весь, вот прям совсем-совсем весь, и я, ребята, уже в ангаре. Вот так вот этот тигр играется, в нем нет брони, прям совсем, нижний бронелист. Вот пробили, ну, прям, мама не горюй. Понятное дело, что с бортов шьется и с кормы шьется, но, в принципе, у нас очень мало танков в игре, которые прошиваются плохо по бортам, а уж тем более по корме. Но, ребят, вот сейчас в этом бою, то ли просто ребята как-то странно меня прошивали, то ли про Гомбурмулина не все показывает. Но, ребят, поверьте, есть отверстия, и должны быть отверстия у меня и в верхнем бронелисте, который абсолютно спокойно прошивается, в башне, в командирском лючке, вот в этом, и даже, ребят, в маске орудия вполне спокойно пробиваются отверстия многими танками в этой игре на этом уровне. Сейчас досматриваем этот бой, посмотрим на результаты, хотя я не думаю, что что-то годное получилось в этом бою. Обязательно запрыгнем в следующую катку для того, чтобы вы имели более полную картину, как данная машинка играется, потому что по одной катке, безусловно, принять решение покупать или не покупать сложно. Да и, честно говоря, сама катка может быть просто неудачной. Не туда поехал, не то направление выбрал, команда не поддержала, я не знаю, там команда быстро слилась, и ты сам ничего не смог сделать. Короче говоря, вариантов может быть масса, почему ты плохо сыграл или почему ты проиграл. Ну, помимо того, что ты плохо играешь, понятное дело. Я играю в целом довольно неплохо, на других машинах я делаю вполне спокойно, и по 3, и по 4 фрага, и делаю по 4,5-5 тысяч урона. То есть, ну, говорю к тому, что я как бы не рак. Да, я не скилловый игрок, я не вешаю на себя медали прям, что я супер имбово отыгрываю в танке на любых левелах и на любых машинах, но, ребят, я умею играть. Я играю в танки 8 лет, и, ну, просто если машина не играется, то она не играется. Я же сейчас запрыгну в следующую катку для того, чтобы мы с вами посмотрели, как машина отыграется в еще одном исключительно рандомном бою. Как вы видите, я ничего не вырезаю из своих видео, ну и, соответственно, сейчас в данном бою попытаюсь немножечко похорониться, как говорится, попытаюсь посейвиться, не вылазить на рожон, не расторговывать своей хпшкой зазря. Даже не знаю, честно говоря, куда поехать. Поехать, наверное, к стшкам стоило бы по одной простой причине, потому что 4 тяжа против нас троих, и, ну, у меня сейчас в руках вроде бы тяжелый танк, но танк, который абсолютно, абсолютно не умеет выдерживать натиск других тяжелых танков. В силу отсутствия в нем какой-либо брони, вы больше похожи на грушу для битья, чем на какую-нибудь преграду на пути ваших соперников. Таксс, не знаю, занимать какую-то, наверное, стоит выжидательную позицию в игре. Насколько это оправдается, я не знаю. Ставки пока делать рано, но мне почему-то кажется, что кроме как в выжидательных позициях на данной машине отыгрывать, ну, как бы не получится по-другому. Я не часто выкатываю данную машину из ангара, и в отличие от других танков, которые есть у меня в коллекции на разных аккаунтах, это один из немногих танков, про наличие которого, точнее, про отсутствие которого на основном аккаунте я бы жалел. Вот он есть у меня на одном из моих дополнительных аккаунтов, стоит там, и я его выкатываю из ангара, в основном исключительно для того, чтобы снять о нем видео, если его, допустим, выставляют на продажу, ну, или кто-то попросил сыграть именно на этой машине. А так, в целом, ребят, я бы сказал, что машина, ну, практически ни на что не годная. Мне очень сильно понравился ледокол, который был в ежемесячном ивенте. Вот эта машинка действительно меня впечатлила, потому что, хоть его и сравнивали 131-м, но 131-й, ну, прям куда хуже играется, чем тот же самый ледокол. Сейчас был рандомный рикошет, и в то же время, как вы видите, маска орудия у меня уже имеет отверстие. И это не есть гуд. Если ты на тяжелом танке даже от башни отыгрывать не можешь, ну, так на что тогда вообще в целом годен этот танк? Я озвучиваю свое исключительно субъективное мнение, я понимаю, что со мной может быть кто-то не согласен. И вот, ребят, если вы со мной не согласны, пожалуйста, напишите комментарий по поводу этого, напишите свое честное мнение по поводу машины, обоснуйте его желательно. Для того, чтобы другие ребята, которые принимают сейчас решение или пытаются для себя пазл сложить, брать или не брать, чтобы они для себя, ну, смогли принять решение такое, о котором они потом не пожалеют. Сделал фраг только лишь потому, что товарищ стоял ко мне бортом. Ну, а дальше, с учетом того, что опять я остался, ну, можно сказать, один, потому что СТ-шка не особо жилец. Я думаю, что и я сейчас потихоньку буду в очередной раз отправляться в ангар. Может быть, сейчас нам... Нет. Даже вот этот второй фраг я сделать не смог. МТ-шка не начала проскакивать еще, а меня уже успели добрать. И это реальная жизнь Тигра-131. Я не знаю, честно говоря, почему тяжелый танк в игре сделан настолько картонным. Он не нагибает своей альфой, хотя у него классное КД. ДПМа у него, как такового, я бы сказал, особо нет. Точнее, он есть, но он нереализуемый. Я все-таки зайду на секунду в технические характеристики, хотя говорил, что можете посмотреть там на обзорчики, и я не буду углубляться в подробности по технике. Но все-таки хочу вам показать. Интересная интересность получается. ДПМ для шестого уровня, ну, я бы сказал, офигенный. 1935 единиц, да, округляя. Давайте говорить так, 1930 единиц ДПМа. Это действительно классный ДПМ. Ребят, но этот ДПМ можно реализовать только в случае, если вы заехали либо к кому-нибудь спящему, либо вы стали где-то у кого-нибудь из соперников в корме, и, соответственно, в корму их разбираете. Тогда этот ДПМ еще хоть как-то можно реализовать. А также этот ДПМ, он нереализуемый по факту на данной машине. Поэтому, ребятки, скажу вам так. Мое дело было показать вам машину такой, какая она есть на самом деле, а вам уже принимать решение, стоит ли она 2000 голды. Я бы остро не рекомендовал приобретать данную машинку за 2 косаря, если вы в поисках не коллекционной машины, чтобы она у вас была, а в поисках реально машины, на которой вы будете выезжать на своем левеле, получать как минимум удовольствие, а возможно еще и добавлять в свою серебряную копилку заработанных серебряных монет. На данный момент у меня все. Это был не обзор, это было просто показательное выступление Тигра 131. А если вы за честный обзор, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Всех благ, всего хорошего вам мира, ну и обязательно спокойствия. Субтитры сделал DimaTorzok